Всем привет! Вы на канале Олега Соскина. Обсудим следующую тему. Это что происходит в ближайшее время, будет происходить на терренах Евразии и якцем уже тем чи іншим чином вплываты на ситуацию в Украине. Итак, в центре внимания по-любому Казахстан, но уже даже не так сам Казахстан, как те государства, которые совершили коллективный акт агрессии и вторглись на территорию суверенной державы под названием Казахстан. И как это все может, какие последствия будут и как это все так или иначе может повлиять на ситуацию в Украине, ну и в Европе в целом. Как будут вести себя главные игроки Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, ну и блок НАТО, как мы его так классически назовем, понятнее для широких масс населения в мире русскоговорящих. Оттолкнемся от фразы, собственно, узурпатора, который захватил власть пока сегодня, на сегодняшний день. Это выдвиженец Назарбаева, которого он, как говорится, холил и лелеял и на свою голову взлелеял. Это Такаев. Ну, биографию мы его вам рассказывали, легко ее посмотреть, детали, очень изощренный дипломат. Я считаю, что кадровый офицер КГБ и был потом завербован спецслужбами коммунистического трядного бандитского Китая. И таким образом, как бы, шьет сразу на нескольких швейных машинках, на разных хозяев. Сумел втереться к Назарбаеву, к его там новой этой семье и так далее, присутствовал. Назарбаев его же не просто так позвал на какая-то там третья у него женитьба была по мусульманскому типа обряду. И Такаев там присутствовал. Видимо, ну, охмурил он третью жену. Вот, есть же письма, очень много компромата на Такаева, где он рассказывает, что он там, какие подарки ей покупал, сколько это все стоило, как он передавал и так далее. Естественно, что есть файлы, есть записи, есть фотографии, есть видео про его деятельность. То есть, компромата выше головы. Есть, вне сомнения, как он давал присягу на верность Назарбаеву. Назарбаеву практически не, ну, скажем, даже так сначала. А почему я про это решил вам поделиться с вами этими рассуждениями? Такая выступал там вот сейчас публично и заявил, что Назарбаев сложил не тот режим, не ту систему. Ну, окружил, передал там власть, деньги и так далее, не тем людям и так далее, и так далее. То есть, перешел к открытой критике своего благодетеля, своего хозяина, того, кто его поднял с помойки. Потому что он же был на помойке таких, как этот Такаев, там у Назарбаева, там они в очереди стояли. Отмыл его и поднял. Ну, понятное дело, что неблагодарное такая оказалось существо, это Такаев, это урок, очень большой урок всем остальным, диктаторам, там тиранам и так далее. Что вот он сегодня лежит в руку хозяева, это собачка, а потом оказывается, что будет кусать, как только возникнет у него подходящий момент. Это все неблагодарные такие животные. Это абсолютная истина для любого диктатора, для любого тирана, узурпатора и так далее. Вот Такаев еще, как говорится, не успел остыть еще кресло под Назарбаевым, а он уже его предал. В принципе, он делает то же самое, что сделала в свое время вот эта так называемая Меркель, но она же не Меркель, а наша, это фамилия ее мужа, с которым она развелась, там 4 года прожила и развелась. Вот. И она предала, я думаю, и создала ситуацию, и заложила, и сдала вот эту всю внутреннюю кухню Коля и ХДС, и она возглавила его уничтожение. Я потом сделаю отдельный материал по этому поводу более подробно. Но вот слова Коля говорят, что он эту змею у себя вырастил на груди. Вот если Коля провести эту ассоциацию, этот ряд продолжить, то Назарбаев может сказать, что он тоже этого тарантула или скорпиона Такаева вырастил на своей груди, вскормил, вскормил на своей груди. Но он должен теперь, это уж видно, ну вернее, как должен, я думаю, что все-таки Назарбаев уничтожен. Или его превратили в овоща, он овощем лежит, как тот же Кравчук, вот вдруг дал 1 плюс 1, там 88-й его день рождения и так далее, 88 лет. Вы его живым покажите, где Кравчук, чтобы он живьем сказал, и Назарбаева живьем покажите. А если не можете их показать, так не трындите тогда, не надо трындеть и врать не надо, потому что это же 21 век, что же вы нас дурите, народ не такой тупой, как раньше был, не полностью нет уж безграмотных, глупых и так далее. Слава Богу, интернет и соответствующие приспособления к нему для получения информации даже в диктаторских странах, тиранических государствах все имеют. Поэтому дурить не надо, не надо дурить, где Назарбаев, покажите Назарбаева, чтобы он спокойно сам, причем не у тебя там где-то он сидел, а где-то в свободном месте, например. В английском посольстве в том же столице своего имени Нур-Султане выступил, сказал, а так же его нет. Ну, что мы видим? Такая ведет себя как обыкновенный такой ширпотребный предатель, лакуза, натуральная така лакуза, яка поводит себя абсолютно негидно, незграбно и преступно. И дуже огидно, я бы так, навіть, казалось, высловил бы, всю квинтэссенцию думки про него, характеристику. Но он зря так делает, потому что предатели же не любят, с ними предавший единожды, он же предаст, и это же все время, как в песне твоих, раз, еще раз, еще сорок раз по разу, еще сорок раз подряд, да, лучше, ну, знаете песню, да. Вот, но тогда с предателями как поступают, вот такая тоже же народная мудрость здесь, как там она звучит, собаки, собачья смерть, так, кажется, называется, да. Поэтому Такаев уже не интересен, ну, Путину так точно, и КГБСКому синдикату его тоже, потому что он уже выжатый лимон. Главную функцию он выполнил, Путина, военный контингент, зашел, зашел, десантники зашли, грушники зашли, ФСБшники зашли, ну, и слава Богу. Вот, да еще и вошли вроде как коллективно, тут тебе и Киргизия, и Таджикистан, и Армения с Пашиняном, вот, и Беларусь тут этот, еще галем, так сказать. То есть, полный набор есть политического типа узкого варшавского договора, говорит, сообразим, говорит, ну, не на троих, чуть побольше, там, на скольки, там, получается, Киргизия, Таджикистан, Беларусь, Московия и Армения, на пятерых. Говорит, сообразим на пятерых, а шестого потом, а соображать будем у шестого, говорит, вот, мы приехали к вам, вы нас позвали, так мы вот к вам со своим приехали, вооружением, там, народом, и так далее, и так далее. Все с собой прихватили. И тут интересный происходит дальше момент. Такаев, будучи, естественно, китайским агентом, и понимая, что Китай очень близко, и денег там очень много, и вот, видимо, все время идут у него контакты, и есть информация, что охраняют его все-таки, что эти китайские, так сказать, спецагенты, Дэн Сиопин выделил ему там со своей системой охраны, то он думает, ну, теперь же надо черную работу выполнил Путин, самую грязную, там, Лукашенко, и Беларусы, там, и РФ, они уже не нужны. Теперь нужны китайцы, но надо, чтобы ДКБш ушло, чтобы Путин и все эти ребята ушли. И он заявляет, вот, назначил, типа, там, кабинет министра, вот, уже назначил, то есть, узурпатор назначил кабинет министра, вот, он же узурпатор. Если бы не Назарбаев, он был бы президентом, не был. Вместо главы Совета нацбезопасности он узурпировал, он украл его у Назарбаева, украл, однозначно украл, он не имел права этого делать, особенно в том виде, в каком он это совершил. То есть, он захватчик, обыкновенный диктатор, узурпатор этот такая, плюс еще и обманщик, потому что Назарбаеву обещал быть преданным до конца. Я думаю, Назарбаев, это ж очень умный, умный, изощренный такой, он еще и восточный такая, у него деспотия, все. Сто процентов есть, если на Рабиновича, у Медведчука и Суркиса материал есть, как Вадик там совершал акт их, так сказать, как это, преданности им, да? Когда там он на коленях, вроде как говорят, перед ними стоял, но не просто стоял, а так сказать, очень близко к ним приближался и совершал акт преданности. То я думаю, и у Назарбаева, на Такаева тоже есть такие, такое видео, где он и туфли ему лижет, и руки целует, и может еще кое-что делает. И может быть даже, так сказать, еще кое-какие действия, ну вот Портников знает, как это делается, там и другие ребята. То есть, может и Яценюк наш в курсе этого процесса всего. То есть, есть у Назарбаева, что показать по Такаеву. Ну и эти же файлы есть, они же в сейфах лежат, да, причем в таких сейфах, там типа в Ми-6, и может еще где-то там поделились они с американскими друзьями. Поэтому Такаеву будет очень плохо в этом плане. Но теперь, поскольку он предал Путина и заявил, что надо ОДКБ-контингент через два там дня вывести, а Шойгу ему объяснил, говорит, как это Шойгу сказал, Шойгу очень классно сказал. Он говорит, так ему ответил, говорит, в Минобороне России заявили, ну Шойгу сам, собственно, что миротворцы Организации Договора Коллективной Безопасности ОДКБ будут выведены с Казахтана только после того, как ситуация в республике полностью стабилизируется. С таким заявлением выступил глава Минобороны Сергей Шойгу. Ну, потом, в принципе, так сказать, ну, а Касым Жамар-Такаев 11 января перед этим заявил, что дает им время вывести ОДКБ-контингент через два дня. Вот. Поэтому, естественно, что ситуация такая сложная. Правда, в Кремле сказали, что не будут вмешиваться, если Такаев захочет, как можно скорее вывести ОДКБ войска. Ну, захотеть-то они хотят, да кто ж им позволит, да? То есть, Такаев уже начал проявлять вот такую несогласованность и такое вот, ну, предательство. То есть, он предал хозяина Назарбаева, он теперь хочет, предает Путина ОДКБ. То есть, такое неблагодарное животное, неблагодарное. И, естественно, Путин такие вещи, и Кадыров, тем более, как оруженосец Путина, не прощает. Вот. Поэтому, я думаю, что Такаева, в общем-то, дни сочтены, он никому не нужен. То есть, если так подумать, он парню почти 70 лет, да? Он 53-го года рождения, да? В следующем году 70 лет. Абсолютно не владеет ситуацией в Казахстане. Его правящие и неправящие кланы, группы, феодально-родовые, они его не воспринимают. Своего капитала крупного он не имеет. Человек он чужой, заезжий. Поэтому Назарбаев его и поставил. Опоры, вертикали и каких-либо связей, где-либо в каких-то этих своих, как говорится, территориях у него нет. Всюду чужие люди стоят. Поэтому РФ, он не нужен. Лукашенко, ну, он вообще за него вступаться не будет. Абсолютно для него чужеродный элемент. Тем более, он не дает то, что Лукашенко хочет получить. Кому он нужен? Назарбаеву? Нет. Этим старым элитам? Нет. Ну, вроде как Синдзапину нужен. Ну, так мало, что это еще хуже. Поэтому, естественно, что РФ никогда не позволит Москве, чтобы он там отдал территорию эту Синдзапину. Им еще не хватало, чтобы Китай вышел ему здесь, как говорится, по полной программе. Да еще, у них же там все-таки этот Байконур стоит на минуточку. У них там полигон по испытанию ракет противоракетных. У него там, у них очень много, так сказать, собственности в Казахстане. Важнейшие инфраструктуры у Москвы. Поэтому, ну, зачем им предатель? Причем уже двойной предатель. Он уже всех предал. Поэтому его или кончат, вот так складывается, как всегда Путин умеет это делать. И тот же Кадыров. Или же его просто скажут, ну все, ты свое... Мавр сделал свое дело. Мавр может уже идти по-хорошему или по-плохому. Мавр может там, как у Шекспира, Мавр может умереть. Вот как в пьесе той. Молилась ли ты на ночь Дездемона? Молилась, говорит, ну вот все равно не помогает. Поэтому я думаю, что очень тяжелая ситуация для Такаева складывается. И она конечная. И он неинтересен, никому неинтересен. Плюс на нем кровь висит. Колоссально много крови на нем висит. Казахской это. Он говорит, террористы... Да никаких там не было террористов. Это были наемники частной военной какой-то компании с территории России. Может быть, Вагнера. Исходя из того, что сейчас там вот с Центральной Африканской Республикой возрастают какой-то объем отношений. Туда, наверное, их сейчас пошлют. Они хорошо проработали вот в Казахстане. Вполне возможно, что это ребята, которые были, так сказать, получили военный опыт на территории Донецко-Луганского анклава и на Крымском полуострове. Очень похоже. По отрезанным головам, по грабежам банков, по этим всем избиениям мирных граждан, по мародерству, захвату магазинов и так далее, аэропорта. Очень так это все чувствуется рука. Рука вот этих бандитов с Донецко-Луганско-Крымского направления. Ну и теперь, чтобы их не светить, их, наверное, всех в Центральную Африканскую Республику отправят, чтобы они тут не были. Ну а там их потихоньку перебьют, да и все, и кто там про них вспомнит. Ну денег дадут, конечно, денег дадут за выполненную работу. Поэтому тут как бы все понятно, что, ну естественно, что казахский народ, он уже не приемлет Такаева, потому что не защитил их, а разрешил войти вот этим мародерам, убийцам ЧВК в Казахстан и устроить вот эти акции устрашения, чтобы мирный люд испугался революции. Вел войска оккупационные, оккупантов Путина, там и Лукашенко, и этого Пашиняна, и всех других. Поэтому, ну, шок полный. Плюс Рахмона, Таджикистан и так далее. Поэтому, естественно же, они его... То есть его ждет судьба, вот этого, я вам рассказывал про этого первого секретаря, который потом умер в метро-вагон, там, пять дней его не могли опознать, лежал там. Хотели уже, как неопознанного, там, спалить где-то, да, и все, в этом крематории. Ну, потом вот узнал, видите, милиционер один, что такой, выдающаяся личность. То же, что он устроил вот тогда. Ему поручили в 86-м году, и он устроил вот эту бойню. Ну, поубивали ж много тогда людей, посадили в тюрьмы тогда. Поломали судьбы очень многим, казахам и не казахам. Вот, погибло много людей очень. Ну, и чем закончилось? Ну, тоже ж умер вот так, как... Ну, как бомж, фактически. Слава Богу, что опознали, на Троекуровском кладбище похоронили, там, все в семье потом, это все, в общем, это трагедия, трагедия, трагедия. Я думаю, у Такаева будет то же самое. Еще хуже будет, потому что кровь немерено пролилась, причем на христианское ортодоксальное Рождество, на Сочельник, на вот эти все следующие периоды. Он обречен, я считаю, что он обречен. Ну, кучу... Путин тоже себе добавил, конечно. И все они, и Пашинян, и Лукашенко, себе штрафных очков таких добавили. Красную карточку получат, это 100% за то, что совершили. Но это их дело. Вот почему важно то, что в Казахстане? Потому что это имеет отношение к Украине. Ну, надо четко определиться, что мы потеряли торгового, агента, партнера по полной программе. И вместо такого достаточно позитивного, как бы, страны, ну, позитива, страны, даже друга, страны, руководство которой Назарбаев всегда был достаточно, ну, как бы, хорошо настроенный к Украине, и всегда поддерживал, он же Крым не признавал захват Крыма, что это российская территория. Это одна из причин, почему Путин решил его устранить. Вот, и Лукашенко. Теперь мы будем иметь, фактически, вражескую территорию. И в торгово-экономическом моделировании, и, соответственно, в политическом, ну, во всех. То есть, это из друзей, из позитивного, такого партнера, фактически, переходим к врагу. Это уже, как бы, ясно. Это 100%. Второе, понятное дело, что никаких торговых связей не будет ни по урану, ни по переработке, ни по нефти, ни по газу, ни по углю, ни по редкоземельным материалам, ни по логистике, ни по транспорту, ни по торговле, ширпотребам и так далее, и так далее. То есть, все, надо сразу сейчас практически немедленно проводить ревизию всех торгово-экономических связей с Казахстаном и аудит тех структур, которые действуют, не с банками, естественно, которые со стороны Казахстана действуют в Украине. Немедленно. Ну, в Казахстане полный крах, там абсолютный крах, то есть, и финансово-экономический. Такая ничего сделать не может. Он там заявляет какие-то глупые совершенно заявления, что фонд социальной поддержки, что эти люди должны, миллиардеры, поделиться. Ну, это бред. Это просто... Или человек просто некомпетентный, совершенно глупый, неподготовленный, или это просто ложь и, так сказать, дипломатическая такая шелуха для того, чтобы отвлечь внимание от захвата власти и установления своей личной диктатуры. Но чтобы личную диктатуру установить, ну, в 70-летнем возрасте уже ее установить невозможно, тем более сейчас, в периоды мирового анархии, хаоса, энтропии, каннибализма, по сути, во всех финансового краха. Это просто... Кто к нему пойдет? Сейчас, наоборот, от него будут все инвестиции просто бежать немеренно. И мы это видим по биткоину, по крипте, что идет падение, колоссальное падение классических криптовалют. Ну, биткоина прежде всего там, естественно, то есть уже там упал чуть ли там 39, но я думаю, еще меньше будет. Есть вообще ужасающие прогнозы, там математически якобы обоснованные, что до 13 тысяч долларов упадет биткоин. Ну, не думаю, что это случится, но не буду про это говорить. Это отдельная тема, и не бесплатно ее надо рассказывать. За деньги надо бабло платить, за консультации, поэтому я не буду тут раскрывать эти все механизмы. Но четко могу сказать, что одна из причин падения, есть много других, конечно, но одна из таких, как бы, то, что послужило таким, скажем, спусковым крючком, это, конечно, событие в Казахстане. Потому что там же с Китая, ну, эти ненормальные коммунно-бандиты, сензепиновские, они же запретили майнинг независимый, там они типа будут вводить свой электронный юань, и поэтому все майнеры с Китая бежали вместе с оборудованием. И где-то порядка 10-12 процентов, которые бежали с Китая, остановились для передышки в Казахстане. То есть почти 20 процентов майнинга приходилось вот в период сейчас перед Такаевым, ну, этого, так сказать, неудачной попытки революции, они народной приходились на Казахстан. Ну, в принципе, за счет США удалось, как бы, объем этого удержать, но реально целый сегмент майнеров выпали вот на сегодняшний день. Ну, вообще, Казахстан как таковой выпал с финансо-экономического ткани мирового хозяйства и по урану, и по нефти, и по газу, и по этому одной петле, одной удавке Китая для Европы. Один пояс, один путь. То есть фактически Казахстан полностью обездвижен, и по сути там то, что заявляет Такаев, это называется государственный военный социализм, для начала, с элементами военного коммунизма. Поэтому фактически, я думаю, у них будет карточная система. Банки, по сути, не работают, интернет не работает, авиаперевозки не работают, там, говорят, восстановят и так далее. Ну, это обетянка-тецянка от дурнюю радость. То есть все нарушено. А, ну и Национальный банк же ограничил, фактически закрыл эти пункты обмена валюты для простых людей. То есть это переход в афганскую модель, талибанскую. Вот можно сразу сказать, что там дальше будет. То есть это полное разрушение всей рыночной экономической модели Казахстана и полная стагнация. Ну и даже трудно и плохо представляется, какие будут тяжелейшие для народа последствия. Они уже есть, собственно. Нет уже бензина на бензоправках, разграблены бензохранилища. Сейчас будет подъем цен, дальше талоны, очереди, не будет хлеба, не будет продуктов, питания. Ну, фактически отброс страны вот туда, в Афганистан. Вот посмотрите, что там делается при талибане сейчас. Вот это будет в Казахстане. Ну и еще одна важная вещь, чрезвычайно важная. Кто был гарантом стабильности и денег, и присутствия крупнейших нефтепринных и других западных компаний, там, Великобритании, США, там, и так далее. Мобила, там, Шелл, там, Эксон. А Назарбаев, его семья. А теперь кто гарант? Такаев, Путин, Лукашенко, Рахмо. Кто? Или Пашинян. Ребята, вы о чем, мальчики и девочки? Полный трындец. Поэтому сейчас они бежать будут дальше, чем видят. Они сейчас полностью уводят свои деньги из Казахстана. Это фактически будет помойная выгребная яма. Поэтому ни Би-Би-Си, ни все другие, они вообще про Казахстан, как это говорят, про мертвых или ничего, или немножко хорошего. Про Казахстан ничего не говорят. Все, он обречен, его обнулят. Это ноль. Поэтому я думаю, что вот надо немедленно, ну, Шмехаль, он ничего там не понимает, но надо немедленно принимать соответствующие действия. Ну, вот такой бы я вам анализ этот первичный сделал. И могу вывод следующий сделать, что вы увидите, ну, во-первых, я думаю, Такаев будет каким-то образом фрагментирован, мягко говоря, да. Второе, найдут кого-то другого человека, который будет путинцем. Третье, будут созданы военные базы ОДКБ на территории Казахстана. Скорее всего, его сейчас федерализируют, в северную часть, где живут славяне, русскоговорящие. То есть, Казахстан сейчас лучше всего превратить в какой-то конгломерат, федерацию. Вот, я думаю, это будет сделано. Ну, будет его сегментация соответствующая. И поглынание Северного Казахстана Российской Федерации Путина. Вот. Ну, и как бы вот такой прогноз. Но китайцев туда не пустят, это 200%. И это самое, как в песне той у них есть, там, ты сам поет, говорит, Лукашенко и Путин поют песню в заповеднике, говорит, растет моя фига в кармане. Так вот, у Путина большая фига синдзепину растет в кармане, и у Лукашенко тоже синдзепину. Поэтому они его туда не пустят, и китайцев не пустят. А скажут, не лезь, это не твоя территория, не твоя зона, так что ты уноси свои манатки, да, как тут говорит Рябков, или как там он натовцам сказал. Так вот, и так тоже самое скажут синдзепину. Подписывайтесь на канал. Всегда можете увидеть что-то, послушать интересное, прогнозное для вас, важное для всех нас. Так что, кто работал с Казахстаном в Украине, быстренько-быстренько сворачивайте свои модели, вытаскивайте деньги и все остальное, эта лавочка бизнеса, направление закрывается для Украины и для тех людей, которые были в этом завязаны. К сожалению, Украина потеряла хорошего партнера, союзника, друга. Но не на уровне народа, но на уровне, так сказать, правящих прослоек, которые сегодня там захватили власть в результате поражения народной революции. Поражение. Ну, так всегда бывает в государствах, где правили диктаторы, сатрапы. Сразу революции не побеждают народные. Надо время. Надо много крови, надо много сил. Но ничего, так куется. Народ, свобода, путь к свободе, он всегда сложный, кровавый и тяжелый. Лучше идти таким, как Украина путем идет, чем вскармливать диктаторов, тиранов, деспотов, диктатуру, а потом ее ломать. Это всегда очень кровавое и очень неблагодарное дело. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok